Шалом и добро пожаловать на «Вахафта, Исраэль». Это еврейская фраза, означающая «Возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Мы — люди, склонны быть эгоистичны. Давайте я скажу это иначе. Мы склонны желать того, чего хотим мы. А это очень опасно, когда мы изучаем Слово Божие. Часто так оно и есть для всех людей. Мы считаем местописание, хотя там сказано одно. Мы слышим что-то другое. Почему? Мы слышим то, что хотим слышать, и это, конечно, относится к месту Писания, которое мы рассмотрим сегодня. Итак, с этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 15 главу. Первая часть этой 15 главы очень хорошо известна. Многие люди обращаются к ней в связи с конкретно одним вопросом. И что это за вопрос? Что ж, на иврите мы называем это кашрут. Возможно, вам это известно как библейские законы о питании. На английском часто называют «кошер». Кошерная или некошерная пища. Это то, что с раввинской точки зрения разрешено или не разрешено есть. Все это имеет обоснование в определенных стихах Писания. Но вот что вам необходимо понимать. Часть Библии, которую мы будем рассматривать на этом занятии вообще не имеют никакого отношения к законам о питании, о кошерной еде. Здесь ничего об этом не говорится. И вот проблема. Когда мы смотрим параллельное место в Евангелии от Марка, мы все знаем, что в Евангелиях многие из событий записаны не в одном только Евангелии, а в двух или трех. Писания событий повторяются, и о них рассказывается Матфеем и Марком, и зачастую Луку. Многим людям, когда они изучают этот отрывок, нравится Евангелие от Марка по причине того, что сказано в Евангелии от Марка 7,19. Там есть как бы обобщающее утверждение, и вот печальная правда. Это обобщающее утверждение, как оно явлено в Писании, не говорит то, что, вероятно, утверждает ваша Библия. К примеру, очень слабый перевод Библии — новый международный перевод, по-английски NIV. А причина, почему я упоминаю его в том, что это самый популярный перевод Библии для англоговорящих по всему миру, а не только в Америке. И в конце 19 стиха 7 главы Евангелия от Марка мы находим это утверждение. «Так Иисус объявил всю пищу чистой». Что значит, вы можете есть, что хотите. Но вот проблема. Фразы «так Иисус объявил» в тексте нет. Речь идет о чем-то совершенно другом, и мы будем это разбирать на следующей неделе, когда посмотрим параллельный стих в Евангелии от Матфея. Но я хочу подчеркнуть. В этой части Писания не говорится ничего. Я хочу сказать это снова. В этом месте Писания. Говорим ли мы о Евангелии от Матфея или от Марка, не сказано ничего касательно законов о питании. Еда не является главной темой этого отрывка. Итак, давайте мы посмотрим пятнадцатую главу первой стих. Мы увидим, что речь идет о церемониальной нечистоте. То есть о том, что делает человека нечистым или оскверненным. Но вот важный момент. Мы говорим об этом не с библейской точки зрения. Не знаю, как вы, но для меня представляет большой интерес то, что говорит Библия, а не то, что говорят другие люди или какие еще есть взгляды на Писание. Нам надо быть людьми, которые основывают свою веру и свое поведение на ясном послании Писания. Спор, который имеет место здесь между Яшуа и фарисеями и книжниками, не имеет никакого отношения к Библии. Вы слышали это? Этот отрывок не имеет отношения к вопросу, связанному с Библией. А к чему он относится? К тому, что в иудаизме называется «устный закон». То, что писали люди, их мысли, их взгляды, их понимание Писания. Но это не то, чему учил Моисей. Не то, что открыли пророки. И, конечно, не то, что записали авторы Нового Завета. Что ж, начнем с первого стиха. Читаем здесь. «Тогда те, что из Иерусалима. Книжники и фарисеи». Я сделал акцент на фразе «из Иерусалима не случайно». Когда мы смотрим библейский текст, мы видим определенный артикль, относящийся к книжникам и фарисеям. Но прерывая текст, стоит фраза «из Иерусалима». Так что буквально сказано «артикль», означая «фарисеи и книжники», «артикль из Иерусалима», «книжники и фарисеи». А почему это так важно? Потому что, когда мы читаем буквально в греческом тексте, то акцент делается на том, что эти индивидуумы из Иерусалима, это выделено для того, чтобы сказать об их авторитете, об их статусе в общине, что они были важными людьми. И что сказано о них? Что ж, давайте посмотрим первый стих еще раз. «Тогда», и я переведу это просто, «тогда книжники и фарисеи из Иерусалима пришли к Ешуа». Итак, эти люди из Иерусалима, «книжники и фарисеи», пришли к Ешуа и говорят. У них вопрос. И опять-таки, необходимо, чтобы мы услышали этот вопрос и не вставляли туда то, что не основано на текстах. Какой был их вопрос? Второй стих. «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев?» Подчеркните последнюю фразу «предание старцев». Мы говорим об этом в вопросе не с их точки зрения. Вопрос, о котором мы будем говорить, он не библейский. Он не связан с заповедями Писания, с законами Моисея, но он коренится в преданиях старцев. Поймите следующее. Старцы отличаются от священников, левитов и пророков, потому что священники были священниками по праву рождения. И это было основано на библейской заповеди. Также и левиты служили по причине божественного призвания. Пророки принимали слово Бога уникальным образом. Бог обращался к ним и повелевал им записывать слова. Слова с небес. Но старцы получали свою позицию, потому что их считало таковым общество. Да, лидерами, первосвященниками, левитами и другими они считались благочестивыми людьми, людьми с хорошей репутацией, людьми, на которых можно положиться. Они были утверждены обществом как лидеры. И еврейское общество в целом считало правильным их лидерство. Итак, их звали старцами. Они и в самом деле были в таком возрасте. Считалось, что они мудрее, и среди мужчин и женщин они имели хорошую репутацию. Так что эта традиция происходит от старцев. Мы можем это понимать как мудрецов иудаизма. Они записывали, и вот ключевой момент, не закон Моисея, а устную традицию. Это человеческая традиция, ее источник человек. И одна из этих традиций связана с тем, что обсуждается в этом месте Писания. И что это? Это традиционные законы. Не библейские, но традиционные по вопросу нечистоты. Того, что нечисто, что оскверняет кого-то. Чтобы понять это правильно, нам надо продолжить и услышать очень важное утверждение. Опять-таки, они спрашивают, «Зачем ученики твои приступают?» Их точки зрения — это грех. Приступают предания старцев. Ибо они умывают рук своих, когда едят хлеб. Хлеб, и мы скажем об этом подробнее, с точки зрения раввинов, с точки зрения еврейского закона, хлеб имеет очень важный, уникальный статус. Если в еде присутствует хлеб, существуют различные законы. Итак, вот что они говорят. Эти книжники и фарисеи пришли с репутацией, с авторитетом из Иерусалима. Вспомните, на чем делается акцент. Они наблюдали за учениками Иешуа и заметили, что они едят хлеб. И согласно традиции старцев, устному закону, не библейскому закону, не тому, что получил Моисей, но тому, чему учили мудрецы. Они сказали, они повелели, чтобы прежде, чем есть хлеб, необходимо мыть руки. И это мытье рук было церемониальным омовением. Какая была цель? Что ж, вспомните, я сказал, что у этого места Писания есть параллельное место. Оно повторяется, рассказывая снова очень похожим образом в 7 главе Евангелия от Марка. Я привлекаю ваше внимание к Евангелию от Марка 7, 4. Почему? Там очень важное утверждение. Там сказано, что книжники и фарисеи, соблюдавшие традиции старцев, «возвратившись из торга, не едят», имеется в виду, не едят хлеб, не вкушают пищу, пока они омоют рук. Почему? И опять-таки, это не имеет никакого отношения к законам о кашруте. Очевидно, что-то, что они намерены есть, кошерно. Так что церемониальное омовение не имеет никакого отношения к законам о питании. А с чем они связаны? Как я сказал несколько раз, они связаны с законами о нечистоте, о том, что оскверняет человека, делает его нечистым. И опять-таки, хотя с точки зрения Библии нечистота и осквернение существуют, тут не об этом речь. Тут другой источник. И что это за источник? Вспомните, когда они приходили с рынка, кто еще там на рынке был? Язычники. Не только евреи, но и язычники. И подразумевается, идолопоклонники. Давайте конкретнее. Если говорить по этому же вопросу, посмотрите послание к Галатам, вторую главу с 11 стиха. Мы видим, что Петр пошел в Антиохию. Там был и Павел. И Павел что-то наблюдал. Он наблюдал, что Петр ел, преломлял хлеб с язычником. Его не заботила эта устная традиция, эти законы, придуманные людьми. Он садился и ел. Он не боялся оскверниться от язычников. И вот ключевой момент. Я очень рекомендую вам прочесть вторую главу послания к Галатам с 11 стиха, весь отрывок. Вот что сделал Петр. Когда туда пришли иудеи, и Петр увидел их, он отстранился и больше не ел с язычника. Почему? Потому что, согласно законам старцев, этого было делать нельзя. Был такой взгляд. Язычники имеют нечистоту. Так учила устная традиция. Библия такого не говорит. Это неправильно. Но устная традиция гласит, что язычники несут в себе нечистоту. И эта нечистота может осквернить еврея. И, следовательно, чтобы это осквернение, прилипшее к рукам, вы не занесли в свое тело через еду, вам необходимо что-то сделать. Как тут сказано, вам необходимо особым образом омыть руки для того, чтобы убрать это осквернение, пришедшее от язычников, и не пустить внутрь. Вот в чем был вопрос. Правильно ли это с точки зрения Библии? Нет, неправильно. Это выдумка чьего-то ума. Традиция старцев. И обратите внимание на ответ Мессии. Я хочу вернуться и прочесть еще раз. Они задали вопрос, зачем ученики твои приступают к преданию старцев? «Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Посмотрите третий стих. Третий стих — это очень, очень, очень важное место. Обратите внимание на то, что говорит Мессия. Он также задает вопрос. И этот вопрос, который он задает книжникам и фарисеям, имеет значимые последствия, которые кому-то не понравятся. Третий стих. Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы?» Имея в виду, на самом деле, виновные это вы. Виновные в чем? Зачем и вы приступаете? И вот оно, заповедь Божью. Читаем дальше. Он говорит не только это, но и дальше в стихе. «Зачем и вы приступаете к заповедь Божью?» Вот что он говорит, и по-другому это истолковать нельзя. И как я сказал, это имеет весьма значимые последствия, последствия для нас. Я еврей. И часть из того, что называется мессианским движением, это евреи, которые верят, что Ешуа, Иисус из Назарета, есть Мессия, Христос, Сын Божий. Но все больше и больше мессианских евреев изучают и принимают раввинские законы. А что Мессия говорит здесь? Он говорит, «Если вы соблюдаете традиции человеческие, то соблюдение этих традиций побуждает вас оставить заповедь Божью». Это серьезно. Это важно. Когда мы принимаем законы человеческие как учения Бога, я говорю о духовных, религиозных законах, когда мы берем выдумки людей, их мысли, их традиции и применяем к своей жизни, мы оказываемся в конфликте с истинной Писанием. Вот что говорит здесь Мессия. И вот почему Он говорит, «Для чего вы ради предания вашего по причине своих традиций приступаете к заповедь Божью?» Посмотрите 4 стих. «Ибо Бог заповедал». И Он приведет очень значимую заповедь, ту, которую мы все знаем, одна из десяти заповедей, а именно «Почитай отца и мать». И мы знаем что-то. Мы знаем и другую заповедь. «Вэ ахавта лареха камоха» «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Позвольте мне спросить вас, какая более трудная заповедь? Любить ближнего своего, как самого себя, или почитать своего отца и свою мать? Что ж, с моей точки зрения труднее любить ближнего. Почему? Что ж, а кто мой ближний? Любой, кто рядом со мной, любой, кто в нужде. За него я несу ответственность. Может, я не знаю его, может, у меня нет к нему никаких личных чувств, у меня могут быть к нему негативные чувства. А что касается моих родителей, я их люблю. Они благословляли меня на протяжении жизни, так что я хочу чтить их. уважать, любить, что-то делать для них. Это не трудная заповедь. Но вот проблема. Если я не люблю Бога, то я не буду любить ближнего, и я не буду почитать родителей. Любовь Божья вкладывает в меня желание почитать мать и отца. Так что Иешуа целенаправленно выбирает эту заповедь. И заметьте, что он говорит. Еще раз. Четвертый стих. «Ибо заповедал Бог, почитай отца и мать, также тот, кто...» И далее буквально два слова. Слово «зло» и слово «говорить». Говорить что-то злое. И во многих Библиях это истолковано как идиома, означая тех, кто проникает. «Говорит зло, проклиная отца и мать». Что будет происходить, если вы делаете так? То буквально... Что происходит? Если вы делаете так, то буквально говорится, концом будет смерть. Будет наказание. Что за наказание? Смертный приговор. Вот что говорит Писание с библейской точки зрения. Это серьезно. Так что, очевидно, это одна из наибольших заповедей. Конечно, все заповеди важны. Но, очевидно, одна из десяти заповедей «Почитай отца своего и мать». А кто не соблюдает, говорит он, его конец такой. Он должен умереть. Должен быть предан смерти. Но заметьте следующее. Посмотрите пятый стих. А вы говорите. Кто это вы? Речь об устной традиции. Он обращается не только к этой группе книжников и фарисеев, которая пришла к ним, говоря «вы». Он имеет в виду их традиции, устный закон, предания старцев, то, что они делают. А что они делают? Они придумали способ обойти, устранить Слово Божие, заповедь Божий. И каким образом? Что ж, смотрите, что тут сказано. А вы говорите. «Если кто скажет отцу или матери дар». А что это? Это относится к тому, что было отделено. Мы знаем, Писание говорит, «Если ты дал обет, ты должен почтить этот обет, должен исполнить. Если дал клятву, должен выполнить. Так что это? Так говорится устный закон. Если бы у меня… Давайте возьмем такой глупый пример. У меня есть деньги. Я хочу эти деньги потратить на отпуск. Но при этом знаю, что мои родители нуждаются в финансовой помощи. И что я делаю? Я объявляю, провозглашаю, я освещаю эти деньги для цели, в данном случае для отпуска. Мои родители нуждаются в деньгах. Мой отец попросил меня о помощи. А я говорю, «О, прости, папа, не могу. Я нарушу закон. Если дам тебе эти деньги, потому что они уже предназначены для другой цели, и мне надо исполнить свой обет». Понятно, что эти деньги получит кто? Я. И вот что говорит Месси. Вы не хотите служить Богу. Вы не хотите чтить Его. Вы не хотите делать то, что я заповедал. Вам делать. Вы ищете способ обойти что? Почитание отца и матери. Это он говорит о том, насколько далеко они ушли от любви Божьей и Слово Божьем. Вот что он говорит здесь. То, что могло быть пользой. И если вы прочтете последнюю часть этого пятого стиха, тут сказано, то, что от вас могло бы быть полезно для них, но вы не даете им этого, потому что говорите, «Это дар». Он уже определен для другого. И Иешуа говорит, «Вы не чтите отца своего и мать свою, и поступая так, что происходит?» Шестой стих. «Таким образом, вы устранили заповедь Божьей». И вот второй термин. «По причине ваших традиций». Вот и истинная причина. Они используют учения человеческие, свои собственные традиции. Почему? Потому что они не хотят исполнять волю Божью. И когда мы начинаем что-то прибавлять к Писанию, мы на самом деле отнимаем от Него. Почему? Мы прибавляем, чтобы устранить заповедь, не применять ее к своей жизни. И мы неопровержимо увидим, продолжая читать слова Мессии в этом отрывке, что Он говорит о том, что оскверняет человека. А какой вывод для нас? То, что оскверняет, оно не снаружи. И вот чему Мессия учит нас. Это внутри. И если мы хотим, с этого начнем наши занятия на следующей неделе. Если мы хотим, чтобы наши сердца были утверждены, если хотим иметь благочестивую перспективу, что нам надо читать? Нам надо читать пророка. Почему? Потому что пророки очень ясно говорили о желаниях плоти. Пророки, их главная ответственность, то, чем они делились. Это послание о покаянии. Целью пророков было открыть Слово Божие, а не традиции человеческие. Но Слово Божие для того, чтобы совершить что-то. Вернуть людей, вот что такое покаяние. Вернуть к кому? Вернуть их к Богу. Понимаете? Вот простая истина. Если человек любит Бога, то он будет хотеть чтить Его. Он будет хотеть применять Божие наставления. Почему? Понимаете, я знаю что-то. Я знаю, что Бог любит меня. Откуда я это знаю? Потому что Он послал в этот мир Своего единственного Сына умереть за меня. Я знаю, что у Бога есть то, что является благом для меня. А как мне принять это благом для меня? Очень просто. Мне необходимо быть послушным Его наставлением. Не потому, что если не буду послушным, будет наказание. Не поэтому. Меня мотивирует не страх наказания. Меня мотивирует что? То, что чтит Бога. Что угодно Богу. Что прославляет Бога. Я хочу делать то, что Он называет правильным. Как земной сын хочет принести славу Отцу, столь многие молодые люди страстно желают ради одобрения Отца. Они хотят этого. Так и мы должны желать одобрения нашего Небесного Отца. Он любит нас. И Он одобрит нас. Скажет «Хорошо». Если мы что? Если будем применять Его истину на деле. Вот в чем состоится истинная вера. Шалом. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания. И что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Ешуа. Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.